В стране стартовало Всебелорусское народное собрание. Прекрасное настроение, прекрасные мысли, прекрасные чувства. Какие ожидания от форума у делегата ВНС? Обобрал до копейки, школьник разбогател за чужой счет. Хранил свои сбережения, около 23 тысяч рублей. Откуда у подростка большие деньги? Крути педали, в Бобруйске пройдет велопробег ко дню труда. В пользу случаем хочу пригласить всех любителей велоспорта. По какому маршруту проедутся горожане? А также финансовый уровень, грузовой переворот и на прицеле. Беларусь намерена создать собственное лазерное оружие. В чем суть? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Мы пишем историю. В стране 24 апреля стартовало первое заседание 7-го Всебелорусского народного собрания. Перед делегатами и гостями форума выступил глава государства. За два дня работы будут рассмотрены как организационные вопросы, так и важные для страны документы. Заседания во Дворце Республики проходят под девизом «Время выбрало нас». Первое заседание в НС в новом конституционном статусе этого органа фактически делят историю политической жизни страны на до и после. И это эволюционное движение и развитие. Первый президент, руководитель всех уровней, выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям. Через умение и желание честно работать на благо своей страны. И кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус – участников Всебелорусского народного собрания. Делегаты и приглашенные. Этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего. Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание защитным буфером от возможных опасных процессов, которые идут вразрез с интересами общества и государства. Все ваши решения в иерархии правовых актов страны займут высшую позицию и приобретут общеобязательный характер. Их должны будут исполнять все граждане, все органы и институты власти. Скажу больше. ВНС получила исключительное полномочие приостанавливать решения любого органа или должностного лица. Никто из мировых лидеров, кроме Александра Лукашенко, не имеет смелости так открыто говорить с народом. Это отличительная черта президента. Сила нации не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях, а на истинных ценностях, стремлениях к справедливости и вере в себя. Когда на землю ступил враг советская страна, еще не оправилась от разрухи гражданской войны. Люди не жили в роскоши, но они победили. Победили всю Европу, богатую, ставшую под знамена нацизма. Свою страну отчистили от фашистов. И тех, кто еще вчера смотрел на советский народ свысока, мы тогда тоже оздоровили. Победили, потому что сражались за родную землю. И она давала силы. Давала силы на поле боя, силы пережить горе, силы восстановить, разрушенные и силы не мстить. Глава государства попросил не путать миролюбие белорусов с пацифизмом. По мере роста угроз наша страна будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. Вы не толкаете нас к симметричным мерам. Мы должны быть сильными. Мы ни у кого не просим земли. Мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Наш народ белорусский выстрадал это право. И мы его отдать никому не позволим. Укрепление суверенитета и независимости. Эти посылы проходили красной нитью. Через весь доклад наступает время сильных. Не агрессивно, а духом. Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше. Делать мир лучше. Принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие. Помогать тем, кто слабее. Мы, белорусы, так понимаем силу нации. Глава государства в своей речи касался темы союзного государства и тесного сотрудничества двух стран по многим направлениям. Белорусский лидер большое внимание уделил вопросам сохранения суверенитета и независимости, что важно для каждого государства, а в нынешних условиях приобретает особое значение. У нашей Родины, подчеркнул президент, кроме нас никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Белоруссии, какой должна быть наша страна, как сделать ее сильнее. Только мы это знаем и никто другой. Да, было трудно, но будет не легче. Но будет интересно. Слова Александра Лукашенко делегатам после его выдвижения председателем ВНС. Тут надо слушать. Ну я не оспариваю. Время сложилось так, что вы поддерживаете, я это, извините, вижу по аплодисментам действующего президента. Но запомните, вы всегда должны держать свое слово. Вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившее только что, или я до этого, в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вечера. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались. Поэтому завтра, если не сегодня, вы должны сказать свое слово. Потому что голосуя за председателя, его заместителя, членов президиума, за концепцию национальной безопасности, за военную доктрину, вы несете ответственность. Поэтому я, конечно, на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом. Будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь. Надо помощь, зовите, мы придем. Мы сильны традициями, исторической памятью. Современный мир диктует такие условия, при которых каждый житель нашей страны несет персональную ответственность за будущее государства. Кристина Рианц, Виталий Гаврусев, Павел Зуев, Константин Шевцов. Бобруйск, 360. Рано утром, 24 апреля, делегаты ВНС, которые были избраны от города, отправились в Минск на масштабный форум. Виталий Гаврусев успел пообщаться со всеми приглашенными. Делегаты ВНС от Бобруйска собрались у центрального входа городского исполнительного комитета. Настроение у всех хорошее, и уже по одному этому факту можно судить. Каждый из них придает форму огромное значение, воспринимает его в позитивном ключе, как наивысшую форму народовластия. Сегодня в нашей Республике Беларусь очень значимое событие. Я бы сказала, наверное, новый старт в развитии нашей страны, потому что впервые Всебелорусское народное собрание соберется в конституционном статусе. Это будет новый отчет в развитии Республики Беларусь. Делегаты уверены, Седьмое Всебелорусское народное собрание даст четкие ответы на ключевые вопросы дня сегодняшнего и дня завтрашнего. Настроение у нас во всех приподнятое. Мы сейчас будем отъезжать на Всебелорусское народное собрание. Сегодня будут рассмотрены ключевые вопросы развития нашей страны. Все самое инновационное на ближайшие пять лет, от чего зависит благополучие граждан и страны в целом, должно найти отражение в решениях форума. Он задаст ориентиры для всех сфер деятельности человека. Все делегаты настроены на позитивную работу, на плодотворную работу, прекрасное настроение, прекрасные мысли, прекрасные чувства. И я думаю, что эти два дня, 24 и 25 апреля, станут для нас днями хорошей, эффективной работы в принятии дальнейших решений. Наша главная задача делегатов НС – передавать все то, что будет происходить на Всебелорусском народном собрании. А чувства, конечно, переполняют гордости и радости за себя, за свой народ, за то, что вместе мы идем к поставленным целям. Однозначно одно – решения Седьмого Всебелорусского народного собрания должны быть направлены на сохранение единства общества, сплочения белорусского народа. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруськ, 360. По новым правилам денежный вопрос и номер один. Самым востребованным учебным предметом на ЦТ стал английский язык. Какие дисциплины в топе? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусский терминал в порту Мурманска заработает в 2028 году. Соглашение о строительстве уже подписано. В планах создание мультимодального комплекса, который позволит размещать контейнеры и обслуживать различные грузы. С помощью российского региона наша республика сможет дополнительно переваливать на экспорт десятки миллионов тонн. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за март 2161 рубль, сообщает Белстат. Традиционно самая высокая в столице. По видам экономической деятельности больше всего получали работники сферы информации и связи, финансов и страхования, научной и технической специализации. Беларусь намерена создать собственное лазерное оружие. Такое решение обусловлено ориентацией на свое, отечественное. По словам заместителя начальника Генштаба вооруженных сил, Синёка – одна из лидеров в радиоэлектронной борьбе, разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. В республике внесли ряд изменений в порядок госрегистрации и госучета транспортных средств. Владельцы новых авто смогут обращаться в ГАИ в период до 30 дней со дня приобретения, получения или ввоза. Ранее было 10. Чтобы снять машину с учета, для утилизации необходимо будет подтвердить утрату ее эксплуатационных характеристик вследствие ЧАЭС, ДТП и других происшествий. Новые положения вступят в силу 17 июня. Самым востребованным учебным предметом для прохождения централизованного тестирования в этом году стал английский язык. На него зарегистрировались почти 14,5 тысяч абитуриентов. Второй по популярности стала физика. Бронзу забрала математика. В 2024-м свои силы испытают около 55 тысяч абитуриентов. Модификация совести. Школьник за виртуальные покупки заработал уголовное дело. С ноября по апрель десятиклассник расплачивался чужой банковской картой на просторах интернета. Приобретал бонусы в компьютерной игре, купил новый телефон. Деньги уходили со счета знакомого его матери. Когда мужчина приходил в гости, случайно обронил карту. Подросток не упустил момента, быстро переписал реквизиты. Житель города Чаусы обратился в милицию с заявлением о пропаже с банковской карты крупной суммы денег. На счете он хранил свои сбережения – около 23 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 16-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере. Трудовые будни в Бобруйске проходит молодежная ярмарка вакансий. Учащиеся выпускники школ и колледжей с легкостью могут отыскать дело по душе. Устроиться вполне реально на такие именитые предприятия города, как Белшина, Фондок, Славянка, ТДИА, Красный пищевик. Первую работу можно получить уже с 14-ти. Однако обязательно необходимо письменное согласие родителей. К слову, в 2024-м на организацию временной трудовой занятости молодежи планируется направить свыше 13 миллионов рублей. Ежедневно в данной ярмарке вакансий принимают участие порядка 30 предприятий и организаций города Бобруйска. Люди, которые не могут определиться, им это классно, то что они посмотрят, вот сколько. Ну, здесь, допустим, 15 таких отделов, и они могут каждый найти для себя что-то определенное. Ярмарка продолжится по 25 апреля. Пройти собеседование с работодателями и профессиональные тестирования. Получить консультации можно с 10 до 14 в актовом зале Центра дополнительного образования детей и молодежи города по адресу улица Социалистическая, 90. Двухколесный товарищ. В городе в начале самого теплого весеннего месяца пройдет велопробег. Масштабный марафон приурочен к празднику 1 мая. По традиции фанаты спорта объединятся, чтобы проехаться по намеченному маршруту. В этом году участники стартуют от братской могилы вблизи поселка Еловики и финишируют вблизи Бобруйск-арены. Начало запланировано на 11 утра. Абсолютно любой желающий, различные категории населения, даже дети, сопровождение, конечно же, взрослых могут принять участие, прокатиться. В пользу случаем хочу пригласить всех любителей велоспорта просто покататься. Ежегодно количество желающих прокатиться становится все больше. В прошлом году к велопробегу присоединились более 5 тысяч человек. В конце пути участников ждут приятные сюрпризы и хорошее настроение. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова